Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, Светлана Прель, и в гостях у меня Мария Медведева. И я надеюсь, что от такой красавицы у вас не случится сенсомоторная афазия. Правильно я сказала? Правильно. Вот, уже достижения учила я это долго. Что это такое? Пусть, не будем говорить, да? Пусть узнают наши зрители сами, покопаются, поищут. А может, мы жалимся и скажем, что это такое. Посмотрим. Но точно вы сегодня узнаете много интересного, потому что Мария Медведева, она не просто красивая женщина, она еще и врач-невролог. И сразу у меня такой вопрос, просвети нас, пожалуйста. Оказывается, невролог и невропатолог, это вообще две планеты. Я не знала, я думала, это одно и то же. И психотерапевт, это вообще какая-то фенечка, которая нам навязана. Психоневролог, вернее. Психотерапевт, это психиатр. Психоневролог, это вообще какая-то, вот не знаю, какой-то конструктор лего собрали из двух профессий. Вот разъясни нам, чтобы мы понимали, простые обыватели, кто это, что это. Невролог, невропатолог. Добрый день. Объясню. Невропатолог, это старое название невролога. Почему вдруг видоизменили эту специальность? Потому что решили, что неврология и патология, это две отдельные вещи. Неврология и патология, две отдельные вещи. Поэтому появилось... То есть, подожди, что получается? Неврологи работают с теми, у кого нет патологии или что? Нет, именно профпатологи бывают. А, профпатологи еще такое есть. Да, да, конечно, есть такая специальность. Я первый раз слышала. Поэтому это было усложненное название, но оно привыкло, все к нему привыкли, к этому названию. А сейчас неврологи. Но, в принципе, это одно и то же. Одно и то же, ясно. Скажи, пожалуйста, а вот иногда говорят доктор и врач. Я вот как-то пришла на прием, говорю, здравствуйте, доктор. Он говорит, я не доктор, я врач. Вот я что, его оскорбила? Но вид у него был такой, как будто я его оскорбила. В этом какая-то есть разница? Никакой разницы. А, то есть, проблемы не во мне? В дипломе написано... Нет, абсолютно. В дипломе написано врач. Врач. И если я сказала доктор, то тоже ничего там страшного нет. Я не знаю. Многие почему-то, да, считают, что это как-то смягчает, что ли, название врача. Или как-то несерьезно звучит. Понятно. Скажи, пожалуйста, Маш, вот мы живем в городе, да даже и не в городе, какая-то агрессивная среда, или, может, мне так кажется, вот, но очень много слышу о том, что нарушен сон, я какая-то нервная, я не могу успокоиться. Вот такие вот вещи сплошь и рядом у всех моих знакомых, друзей, недрузей. Я понимаю, что включишь телевизор, там какая-то агрессивная информация. Даже если ты не смотришь этот телевизор, то обязательно какие-то разговоры... Ну, в общем, напряжение прямо в воздухе витает, да. Как от этого избавиться? Как себя защитить? Как вернуть здоровый сон? Что на это влияет? Вот можно как-то об этом? Ну, влияет наш ритм жизни. Именно московский. Потому что если заглянуть в глубинку куда-нибудь, в какую-то область, не московскую, тверскую и дальше, там люди живут совершенно по-другому. Именно ритм. То есть город задаёт определённый всё-таки ритм, который наше сознание его считывает и тоже начинает вот так будоражиться. Да, мы друг за дружкой все вот в этом ритме. То есть жители города, больших мегаполисов, они априори все невротики? Практически, да. О чём Фрейд говорил? Фрейд вообще говорил, что мы все невротики, да? Вот скажи, пожалуйста, следует ли из этого, что нам всем, в общем-то, нужно пить какие-то антидепрессанты или лёгкие успокоительные? Раз ты родился в городе, то либо адаптируйся каким-то образом, либо когда понимать, что надо вот идти к неврологу и пить какие-то вот лёгкие таблетки? Или не пить? Что делать? Сначала надо пройтись к специалисту. Скорее всего, если у себя заподозрил какие-то неврологические проявления или хотя бы тревожность, ещё что-то, первый врач это невролог, конечно. А дальше направят, если всё так глубоко и плохо. А вот самим, знаешь, вот я как-то слышу часто такие разговоры, я как-то вот что-то тревожусь, пойду-ка я себе там глицинчика куплю, попью. Вот это не опасно пойти чего-то там, решить, что это лёгенько и попить? Травы какие-нибудь, деприм, персен, вот это вся история. Это вообще безопасно или действительно можно, не прибегая к врачу, пока там до него дойдёшь, время найдёшь, пойти что-то такое попить и себя успокоить? Или всё-таки это не так безопасно? Есть народные методы. Это какие? Ну, травки те же самые, да, компрессики. Компрессики, ну, я как врач считаю, что без назначений лучше ничего не применять. Вообще ничего. Потому что есть противопоказания, человек может о них и не догадываться. Но он поговорит со специалистом, он задаст ему правильные вопросы и выяснит, что можно, что нельзя и вообще нужно ли. Ясно. Маша, а объясни мне, пожалуйста, когда надо понимать, ведь у больного человека часто отсутствует критика, да, может быть, родственник уже должен как-то забить тревогу, что вот уже пора идти к врачу. Или, ну, вот случилось вот так вот, выплес такой вот эмоции, да, некий нервный срыв, а дальше опять всё в норме. Вот как понять эту грань, когда вот всё, уже пора? Со сном тоже вот эти проблемы, да. Часто нарушен этот ритм, особенно с этими гаджетами, да, и дети тоже ложатся, бог знает во сколько спать, ничего с этим нельзя уже поделать, да, приходят какие-то сонные в школе, нагрузки невероятные, вообще бедные наши дети. Вот если сутки, ой, как тебе сказать, ну да, ночь не поспал, да, тревожный сон вот этот, просыпается, засыпает, вторая ночь пошла, вот когда надо понимать, что всё, уже что-то такое, какой-то сбой в здоровье? Ну, когда человек понимает, что у него какая-то система заработала, да, что это ему мешает жить. А, вот именно мешает жить, вот на это ориентироваться? Да, он не может отдохнуть, вроде поспал, но не выспался, и это всё изо дня в день накапливается, то, конечно, лучше уже идти к врачу и не ждать, когда случится какой-то в организме сбой. А как понять, вот сейчас невролог или уже психиатр? Нет, в любом случае невролог. Сначала по-любому невролог, а невролог уже там определили. Да, ну, дальше это всё уже более сложный, там, тонкий момент. А стоит ли бояться препаратов, если вдруг назначает невролог? Ведь говорят о том, что есть привыкание. Или всё-таки стараться самому справиться? Может, какие-то, не знаю, точки понажимать, переводить, телевизор не смотреть, беру уши в уши, чтобы не слышать никакой отрицательной информации. Ну, в вакууме же ты не будешь. Вот, я про что и говорю. И как закалить? Вот говорят, чтобы не болеть, надо закалять иммунитет. Ну, допустим, там, не знаю, холодный душ, ещё что-то, какие-то есть слова. А вот укрепить нервную систему, что для этого нужно сделать? Ну, это не совсем правильное такое понятие, нервную систему. Одно дело попить витамины и быть здоровым. Так. Ну, это я так утрированно говорю. Да, я понимаю, да. А другое дело как-то психологически быть защищённым и с неврологической точки зрения, чтобы не вылезали все вот эти болезни, нарушения сна и так далее. Это же не болезнь нарушения сна как таковая. Это какой-то симптом, да? Это последствия, да, ритма жизни, каких-то стрессов, каких-то ситуаций. Ну, и опять же, не секрет, что есть люди темпераментные, да? Вот, а есть такие экстраверты, они такие вот все на виду. И вот как я, руками размахивают, все такие вот все рассказывают, языком мелят. А есть интроверты, они устают от общества, они такие замкнутые. А вот эта вот замкнутость тоже боятся этого и психологи, и психиатры, и неврологи, да? Где, пойми, там, то это просто вот он такой интроверт сил набирается, или уже какие-то процессы пошли депрессивные, да? Вот тоже вот как это понять? Это темперамент или всё-таки уже вот надо забеспокоиться? Если ребёнок замкнутый или, наоборот, чересчур вот такой активный? Ну, адекватность поведения, она как-то подсознательно видна практически сразу. Мы интуитивно чувствуем, да? Да, да, в любом случае. Даже человек, не имеющий образования медицинского, пообщавшись с кем-то, у кого какие-то непонятные реакции на что-то, он скажет. Вот, кстати, интересную вещь затрагиваешь, потому что я, ну, не только я, и все наверняка встречались с этим явлением. Когда вот видим человека, и мы даже не понимаем, не осознаём, что, но мы понимаем, что есть нездоровье. И даже объяснить не можем. Вроде он так же ходит, вроде он что-то адекватное говорит, но что-то такое мы считываем вообще даже, мне кажется, на бессознательном уровне, что мы понимаем нездоровье, да? Абсолютно верно. Вот удивительная вещь, вот правда, но такое вот есть. А врачи часто полагаются на интуицию? Или всё-таки вы эмоции в сторону, интуиция, это не ваш инструмент, или используете его в работе? Наверное, опыт здесь всё-таки медицинский, общение, даже и психологические с какой-то стороны, общение с человеком, и ты его сканируешь, понимаешь, какие у него проблемы сначала внешне, а потом уже при осмотре. А скажите, я знаю, если ты врач, ну ты же тоже человек, и чувствуешь, что что-то, какие-то вот нарушения, подустал, ещё что-то такое, ты к врачу идёшь или сама себе назначаешь какие-то вот препараты? Я вообще почти не хожу к врачам, лечиться не люблю, и потом есть такое поверье, что ли, или проблема. Если у врача что-то случается медицинские, там, болезни, нарушения какие-то, вот просто никогда не бывает. Вот говорят, ой, ну врач, ну всё, это вечно проблемы какие-то. Поэтому если я болею редко, но метко, ну, стараюсь лечиться сама. То есть всё-таки только себе доверяешь, получается. Ну и подход, я не нытик по жизни, поэтому... Ну это видно. А потом как бы ты могла быть нытиком? Ты родилась в семье, где папа генерал, мама главврач. У тебя было два варианта, либо генеральше стать, либо врачом. Или всё-таки были варианты? Не было вариантов. Как-то направили на путь медицины по стопам мамы. Ну я думаю, что и военная карьера бы у меня получилась. У меня даже было, я помню, в детстве желание или установка, что если я не поступлю в медицинский институт, то я пойду в армию. Вот у меня это в голове до сих пор. Ну военным врачом каким-нибудь стал, совместил бы одно с другим. Ну да, это, ну вот либо-либо. Ну хорошо, когда ты родилась в той семье, где, в общем-то, устраивает и первый, и второй вариант родителей. Ну они попали, кстати. Да? Да. Это замечательно. Призвание есть. Ну ты ещё и мама замечательная, у тебя трое детей. Ещё ты у нас и взяла второе место на конкурсе красоты, чему я не удивлена. Такая прекрасная, умная, замечательная женщина. Вообще, дай бог здоровья тебе и твоим деткам. А теперь я хочу поговорить о том, что ты возглавляешь ещё огромное-огромное учреждение, такое серьёзное, да, вот как оно называется, там, Московский дом, пансионат, для ветеранов науки. Да, вот вообще говорят в психологии, что как бы мы ни отрицали, но больше всего на свете люди боятся смерти. Но мне кажется, что смерти, да, старости, беспомощности, вот этого состояния, да, ну мне кажется, многие об этом задумываются, да, что меня ждёт, как это всё будет. И мне, знаешь, что вспоминается вот такой случай, когда читаю какие-то вот книги, они врезаются мне в память, и они помогают мне в работе, когда я веду свои консультации. Японская семья, у них же очень развита вот эта семейственность, и заболел, заболел глава семьи. И ему поставили очень страшный диагноз, неизлечимый, он понимает, что всё, он умрёт. И характер его портится, тебе это понятно, да, часто бывает, что у пожилых людей портится характер, вот не в лучшую сторону, да, они становятся невыносимыми, капризными. И вот, видимо, вот такие вот проявления были у него. И семью он всю измучил своим поведением. И тут подходит к нему сын и при всех говорит, «Отец, я знаю, что ты умираешь, и я знаю, что когда-то придёт время и мне покинуть этот мир. Покажи нам всем пример, как это сделать достойно». И тогда у этого человека случилось переосмысление, он понял, что он важен, и эту, каждую секунду своего пребывания здесь на земле, чтобы показать, что надо и уйти достойно, и оставить о себе достойную память. Вот я хочу понять, мне всегда интересно, ты со стариками, да, работаешь, но это не просто старики, это почётные люди, это академики, это люди, которые были востребованы и на виду. И вдруг они оказываются, как бы там ни называлось, дом, пансионат, хорошо, что есть такое тёплое в названии слово «дом», но они вдруг принимают решение, что они уйдут из собственного дома и будут остатки своих дней проживать в этом учреждении. Как это вот всё происходит? Вот ты разговаривала с людьми, которые у тебя проходят лечения? Конечно. И что они говорят? Я хочу вот это понять. Я говорю, я руководитель недавно, а всё это время, 12 лет уже, с врача начиная и заканчивая руководящей должностью. Именно я и лечила, и общалась со всеми такими пациентами. И много беседовать приходится с ними, потому что пожилой человек, он всегда требует очень много внимания. Как ребёнок, да? Разговоры обо всём. Это не о болезни. Начинается, да, у меня болит там. А дальше, как правило, воспоминания из молодости, поскольку это возрастая 14-го года у нас есть пациента, и 24-го, то это война. И переживания очень такие серьёзные, они отпечатались, и в старости есть нарушение памяти, они, как правило, стираются в последние события. А то, что было, да? А то, что было, семья, дети, как было сложно, это всё помнится как будто вот вчера. Это всё сохраняется в памяти, как интересно. То есть та информация, которая недавно, она легко и стирается, да? Получается, закрепляется в сознании вот именно вот то, что было давно. И вот что они говорят, как, как, это же мне, ну, я даже не представляю, как приходит это решение. Вот я покидаю свой дом, я должна взять свои вещи и пойти, пускай там у вас, я видела, у вас прекрасные условия, у вас замечательный персонал. Почему я захотела рассказать о этом доме-пансионате, чтобы люди знали, не боялись старости, но как это решение принимается? Даже если чудесно-расчудесно. Почему в семье что, хуже получается? Они чувствуют себя одинокими и лучше там? Или старикам лучше быть со стариками? Вот это вот феномен. Можешь мне рассказать, что они говорят? Ну, это их достоинство, таких людей. Не каждый примет такое решение. И чаще всего оно не приходит, когда он собирается к нам, да? Чаще всего происходит его приезд на какой-то промежуток времени. А дальше уже всё зависит от того, что вокруг. Какие люди, какие врачи, какой персонал, как всё организовано. И человек, не будучи эгоистом, осознаёт, что там молодые дети, внуки, им надо расти, им надо работать, они все заняты, все бегают. Им не до меня. Поэтому здесь здорово, здесь супер, и я здесь останусь. А тем более, я смотрю, ну, это вообще поступок на самом деле, да? Избавить своих родственников от тягости вот этого ухаживания. Особенно, понимаешь, как? Есть же болезни действительно серьёзные. Вот Альцгеймер, Паркинсон, которые требуют круглосуточного внимания. И на самом деле, ну, действительно, это надо 24 часа в сутки быть с этим человеком. То есть не работать, ничего не делать, а вот только быть с ним, потому что опасно его, реально опасно оставлять одного. И, может быть, действительно правильно принимать такое решение, да, что за человеком такого рода заболевания, особенно, да, вот если возникли, это же, ну, расскажи немножко, это же люди что? Они как дети вообще? Здесь уже включается решение родственников. То есть не они уже принимают решение, а им родственники. Да, ну, спрашивают, советуются. Ну, родственникам тоже тяжело, ведь осуждение общества, вы что, его сдали, вы что его, да, вот это вот, вот расскажи об этом. Ну, хотелось бы миф развеять и менталитет немножко как-то поменять. Вообще, я считаю, что надо развивать эту область ухода, присмотра, лечения, профилактического лечения пожилых людей. Так. Потому что у них может быть прекрасная жизнь и вне дома абсолютно. И ничего в этом такого плохого нет. Потому что если взять пример семей, которые привезли к нам своих родственников, и как у них было дома, старый человек, он мешается. Ну, буду называть вещи своими именами. Да, давай честно. Он плохо пахнет, потому что болеет, да. Может быть, потому что не столько времени много для него, родственникам. Убежал, прибежал, продукты принесли. Часто оставляют одного и так далее. И он раздражает тем самым. Его любят безумно. Но все равно это раздражение, злость где-то, она присутствует. Накапливается, накапливается. И когда приезжает к нам человек, он понимает, что ко мне приезжают мои родственники с улыбками, с подарками. Пусть я их вижу не каждый день, но все счастливы. Но я вижу их улыбки, да. Я не вижу это раздражение. Я не чувствую себя ненужным. Очень многие решения такое принимают из-за детей. Потому что почему-то детки боятся пожилых людей. Особенно если они начинают болеть. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, я вот не знаю, как к этому относиться, честно тебе скажу. Это все равно, знаешь, сродни тому, что брать ребенка, мы такие темы сейчас затрагиваем, но это жизнь. Брать ребенка маленького на похороны родственника или не брать? Одни психологи говорят, брать обязательно. Потому что вот как мы все взрослые собираемся, проговариваем эту ситуацию, вспоминаем родственника, плачем все вместе. И вот эту беду мы все вместе как бы распределяем на всех, да. Мы видим, что вот человек умер, и наше сознание начинает это принимать. Почему тяжело, когда без вести пропал? Не видел, и мы это не можем принять. Я не видел, да, как этого человека в гробу. Я не верю. А вот здесь видеть, как человек стареет, и младшее поколение видит, как мама заботится, да, о своем отце пожилом. Как, вот понимаешь, вот эта вот связь. А получается, здесь мы немножечко это все нарушаем. Видоизменяем, я бы так сказала. Видоизменяем. То есть как? Получается, в сознании уже будет другое, что вот я стал старенький и немощный, берешь меня и сдаешь в хорошее учреждение. Вот я вот не очень понимаю, вот правильно, неправильно. Я думаю, что как раз дети не увидят вот этих раздражений и этих проблем внутри дома. А приехав навести дедушку, они увидят именно заботу, что мама приехала с подарками или там к бабушке, к дедушке, неважно. Здесь вот момент, вот конфликтный. Ну вот что касается тяжело больных, вот таких как Альцгеймер, я понимаю, что это просто необходимо, потому что такое заболевание, это можно и напугать не только маленького ребенка, это действительно очень серьезно. Это я согласна. Здесь специализируем. В данном случае пациенту уже все равно. А, пациенту все равно. А вот, кстати, вот о таких заболеваниях, я понимаю, что мы сейчас опять же вот такие темы поднимаем очень серьезные, об этом много говорят, но все-таки мне интересно твое мнение, лично твоего врача, что вот гуманно или негуманно, вот это такое тоже понятие очень размытое, когда абсолютно немощное растение, немощное растение, да, вот и поднимается вопрос автаназии, ты как к ней относишься? Может гуманнее прекратить эти страдания и родственников, и всех? Ну, большое количество людей может быть осудят мое личное мнение, но при наличии некоторого набора факторов... Ну, например, каких-то? У тебя же есть такие больные, правильно я понимаю? Есть такие, которые прям вот совсем... Так, но и вот как? Абсолютно безумные, абсолютно за собой не ухаживают, кормятся с ложки. То есть абсолютное растение? Нет, они что-то вот сенсомоторный афазий, может быть, придется расшифровать, что это значит. Ну, что это вот значит? Это нарушение речи. То есть с ними нет контакта. осознание. Может, он не может сказать, а изо всех сил говорят... Ничего не понимающим. Ничего не понимает. Да. Это врачи точно могут определять, что вот этот пациент совсем ничего не понимает? Для этого есть как раз... А были родственники, которые подходили и говорили, ну прекратите это мучение? У нас этого нет, поэтому никто не позволит себе. И никто не поднимает этот вопрос, да? Может быть, они думали бы об этом, но... Но ты за? Я считаю, что иногда это целесообразно. То есть это будет более гуманно? Это будет выход для семьи. Но принимать решения должны, конечно, они, не врач. Врач должен дать полную характеристику того, что происходит с врачебной точки зрения, что вот все эти пункты, они присутствуют. Но это сложный вопрос. Здесь же встает и морально-этический аспект, что это мой родной человек, который мне не важно, в каком он состоянии, но вот пусть он дольше будет существовать на этой селе. Мучается, может быть, они так не считают. И, кстати, этот момент нахождения в нашем учреждении тоже стирается. Они не видят, как человек мучается. А в вашем учреждении он мучается или это как-то облегчает его страдания? Нет, ну мучается, имеется в виду, в таком состоянии находится. А, в таком состоянии. Все излишки ухода за ним, они же стираются для родственников. Ну вот говорят, старость не радость. Вот как бы ты ответила на этот вопрос? Все-таки старость не радость или все-таки можно к этому отнестись по-другому? Дай какую-то надежду. И вообще расскажи про свое учреждение с радостной какой-то точки зрения. А то мы совсем как-то углубились в какое-то отчаяние. Старость понятие сложное. Для кого-то она именно не радость, а для тех пожилых пациентов и людей, которые умеют жить, и старость может быть прекрасна. На примере одного члена-корреспондента и академика, который у нас находится, могу рассказать. Он уже не ходит, ему до 100 лет, будем так говорить. Он востоковед, филолог, много очень регалий. но у него недавно был день рождения, и он говорит, я буду отмечать сейчас каждый свой день рождения. Сколько мне осталось-то? Год, два? Вот у него такой подход. Он всегда читает стихи, он в совершенстве знает иностранные языки, он положительно настроен на всех, он не ворчит, не агрессии нет, не жалуется. Ну, жалуется нет, тут поболело, как врачу, как же не пожаловаться, тут помазать надо, тут таблеточку. А так вот я восхищаюсь. И зависит от сознания самого человека. Если мы общество свое приучим к тому, что это нормально, и такие заведения нужны, и ничего в этом плохого нет. То есть поменять отношения? Поменять, это временно, это нужно. А вот это в названии дом звучит, дом, пансионат, это не случайно? Это чтобы что-то такое теплое, домашнее было даже в названии? Или это вот как-то... Это название нам присвоено 79-го года. А, давно уже. Под эгидой Российской Академии Наук учреждение создано. И это название давно. Не знаю, использовали какую-то, преследовали цель. Но оно есть, и я разумею. Где вы находитесь, как вам попасть? И любой это может сделать, или только обязательно вот научные деятели бывшие? У нас есть два направления. Поскольку мы бюджетная организация, то бюджетное направление это через путевки и только для деятелей и работников министерства. Это наш учредитель Министерства высшего образования и науки. А все остальные по платной линии могут к нам попасть в любое время. Пожилые люди или не только пожилые? Ваше там разные направления смотрело. Можно разные направления, да. То есть пожилые люди это отдельная помощь, палеотивная помощь. То есть уход и длительный уход. Я видела на сайте, написано, 18 лет. Это что такое? А это реабилитация, да. А, реабилитация. То есть у нас можно получить курсы лечебных процедур, врачебных, капельницы, инъекции. Какие заболевания, если есть, то от чего можно полечиться? Инсульты. Инсульты. В анамнезе инфаркты. Переломы. Есть переломы, которые оперированы, есть, которые не оперированы. Замена суставов. То есть человек туда ложится, полностью за ним ухаживает, пятиразовое питание, развлечение, медицинская помощь, все-все-все, что необходимо. Он проходит этот курс и может спокойненько вернуться домой. Правильно? А если пожилому человеку там сильно понравился, он может там остаться. Это его волеизъявление. Надоело ему там быть. Опять же, это не тюрьма. Его волеизъявление, он опять вернулся. Правильно я понимаю? Абсолютно верно. Можно цены обозначить в среднем, сколько будет стоить? Ну, понятно, если по путевке там бесплатно, а вот если не по путевке, сколько стоит пребывание в среднем вашем учреждении? От 3 300 рублей за сутки. Вот такая цена. Да, и большой комплекс в это включен. То есть это и питание, и уборка, стирка, глажка, и медицинское наблюдение. То есть лечащий врач и весь медперсонал. Ну, я смотрела, номера у вас, конечно, шикарные. Как прям на хорошем курорте. Это радует. Да, это у нас пункт. И досуги организованы, все. То есть это кажется замечательным. А посещение родственников когда угодно, или вот как в злобных больницах, с таких до таких и все? У нас есть ограничения, да. То есть в будни это с 3 до 7, потому что до 3 разные процедуры и манипуляции, чтобы не сталкивались услуги с посещением. А выходные весь день. Расскажи мне, пожалуйста, как, видя все вот это, вот столько горя каждый день, страдания и болезни не свихнутся? Как ты, врач-невролог, сохраняешь свое здоровье? Какие-то, может, у тебя методы есть вот так обстрактироваться? Чувство юмора. Может, ты анекдот какой-нибудь такой знаешь? У вас наверняка на врачебную тему много. Как правило, они все такие жесткие, медицинские. Либо черный юмор. Но неврологически один расскажу. Давай. Две бабушки сидят на лавочке, общаются, разговаривают. Одна к другой поворачивается, говорит, слушай, ты не помнишь, как меня зовут? Она на нее посмотрела. Говорит, а тебе срочно? Хорошая. Но он такой самый безобидный. Да-да-да, еще на эту тему, если я вспомню, по поводу вспомню тоже, сейчас вопрос задам. Она говорит, внученька, внученька, как фамилия этого мужчины, который не дает мне покоя? Альцгеймер, бабушка. Слушай, по поводу памяти. Вот шутка, шутка, я все время говорю, у меня от девичества осталась только память. Но вот на самом деле, как вот понять, это уже норма или не норма? И ровесница моя тоже говорит, у меня памяти прям никакой. То ли шутка, то ли нет. Я знаю, с чем, не знаю, как сказать, страдаю, не страдаю, я особо не страдаю. Но есть такое у меня. Топографический кретинизм в народе называется. Ну, значит, меня вот води, показывай, рассказывай, я не запоминаю дорогу. Ты мне хоть карту, хоть компас сюда на лоб прилепи, что хочешь, не запоминаю. И в связи с этим мой супруг очень любит прикалываться и каждый раз спрашивает, вот 23 года живем вместе, он каждый раз спрашивает, Светлячок, какой дорогой поедем сегодня? Хватит издеваться уже. Знаю. Да. Но я нашла в этом плюсы. Я человек такой с юмором, позитивный, я нашла в этом плюсы какие. То есть меня можно каждый день водить по одной и той же улице, я буду восхищаться видами и говорить, боже, я здесь никогда не была. То есть плюс-плюс, да, мне все в радость, все в новинку и так далее. Ну, я, конечно, утрирую, да. Я не знаю, как я попалась с пункта в пункт Б. То есть задают мне вопрос, ты где сейчас проезжаешь, если навигатора нет? Мне вот это не надо задавать вопрос. Ну, где я проезжаю? Как это, знаешь, в фильме. Вон там баба курила, вот тут машина стояла. У меня вот такие какие-то ориентиры. Но я попаду из пункта в пункт Б, не важно, как я это сделаю, жертву ли найду, которую меня за ручку приведу, такси ли я вызову, навигатор там включу на полную мощность. Неважно. Я найду выход из этой ситуации. Но если, давай сейчас посмотрим с медицинской точки зрения, это что-то такое отклонение или такая женская особенность, потому что через один я говорю, ой, я этим страдаю, я, девчонки говорят. Да и пацаны, оказывается, тоже, и мужики бывают, которые страдают, не запоминают дорогу, не ориентируются. Это что такое? А лица? Что лица? Запоминаешь? Лица запоминаю. Ну, значит, это расстановка приоритетов. Я думаю, именно как для девочки. Есть важность. Оно никуда от тебя не денется, не забудешь никогда. Не, ну как неважно вернуться домой? Нет, нет, именно приоритет, да? Ну, тебе это не надо. Ты же сама сказала, что ты любым путем доедешь, дойдешь с кем-то Я просто еще выход. Если у меня есть такая проблема, я начинаю искать выход. Ну, я думаю, ты ее развела в себе просто. Да? Да. И охотно о ней рассказываю. Абсолютно. И хвастаюсь еще. Да, но это не диагноз. Будем так говорить. А вот по поводу памяти. Вот бывает такое, вроде помню, 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 раз, не помню. Потом раз, из памяти что-то такое, раз, как же, как же это, оп, вспомнила. Вот эти вот такие вот маленькие провалы или как? Вот как понять, что здесь уже что-то такое, звоночек какой-то вот нехороший? Про систему, которую я говорила ранее. Если это повторяется вновь и вновь, доходят... Раз в день, раз в неделю. Как понять, вновь и вновь? Каждый день это уже звоночек. А, каждый день, если что-то забывается. А, вот я вспомнила. Положил куда-то, забыл. Да, да. Еще говорят, ну что, пойти какие-то витаминки попить для памяти или что-то? Да нет, есть тесты определенные у каждого невролога, который по разным шкалам, не буду на них рассказывать, очень сложный, которые проверяют память. Сходить. Если сомневались, сходить и посмотреть. Но это как-то можно корректировать? Или это придешь, тебе расскажут, что ты больной, и ты пойдешь расстроенный. Как это все будет выглядеть? Ну, наверное, начнется с какого-нибудь банального лечения, с витаминов, как правило, да, если это молодой возраст. Все же от возраста зависит. Потому что сейчас говорят тенденции, что с 35-40 лет уже пора поддерживающую терапию употреблять. Это ноутробные препараты для улучшения или хотя бы сохранности когнитивных функций, умственных функций. Это та же память. То есть ты говоришь о том, что в нашем современном мире все равно получается, доживая до какого-то возрастного периода, мы все равно сталкиваемся с тем, что мы должны подумать об аптечке? Такая тенденция. Я так не считаю. А, то есть ты так не считаешь? Я считаю, что человек должен по обращаемости, по появлению проблем их решать. Не потому, что это нужно. Вот написано в 35 все, вот эту таблетку. Я пойду ее пить. Нет, я так не считаю. Понятно. Ну, еще хотела тебе такой вопрос. Как бы ты порассуждал на эту тему, что вот в отношении старости, то что мне врезалось в память интервью Васильевой, когда ее спросили о старости, и она так, знаешь, так правдиво, так прям четко это сказала, почему, может, мне и в память врезалась, да? Старость, она такая, говорит, слово она такое интересное сказала, не беспомощная, она... А, унизительная. Вот она такое слово сказала. Старость, она такая унизительная. И мне прям, знаешь, аж тряхануло. Это ее личное, наверное. Это, да, ее личная позиция, что-то сформированное. Но все равно, наблюдая наших стариков, я вот одного не могу понять. Вот ты даже тоже про запах сказал. Почему от наших, ну, не от всех, конечно, от наших стариков вот есть какой-то специфический запах унизительной старости, а иностранных вот этих бабушек, дедушек, на них смотришь, нет у них этого запаха? Нет у них этих... У наших тоже нет. Нет? В пансионате нет. А, в вашем пансионате нет. Нет. Вот особенность вашего пансионата. Так, еще раз рассказывай, где он находится, почему бояться не надо. Вот ты, как врач-невролог этой старости, и такой вот подведем итог нашего разговора. Есть одно преимущество. Находимся мы в Москве. Так. Метро Коньково. Недалеко от метро в 10-15 минут ходьбы. На черте Тропаревского лесопарка. То есть у нас преимущества много. Нет ни машин, ни суеты. Два гектара земли. И с весны до осени мы всем коллективом, и я вместе с ними, кверху попами сажаем цветы. О, и деревья. И тронотерапия. Очень хорошо. Это замечательно. Да, ну, как-то подобрался коллектив, как семья, да. То есть этот дом не только для наших пациентов, но и для нас. А любовь у вас случается? Между кем? Ну, между всеми. Нет, у нас бывали случаи, когда бабушки с дедушками вместе уезжали. Вот, я понимаю, это же так трогательно, мне кажется. Вместе уезжали прямо? Да. Есть одна пара, которая в итоге... Он абсолютно слеп. Ага. И познакомились они у нас, но теперь они живут вместе. И счастливы. И все у них отлично. Хотя огромная, колоссальная проблема была это для их детей, внуков. Они были категорически против. Еще бы. Да, но если такое случилось в таком-то возрасте, и это помогает дальше жить и радоваться чему-то, почему нет? Все же сразу думают о имуществе. Мужчины остаются мужчинами в любом возрасте, и не только глазами они любят. Абсолютно верно. Вот. Это что-то такое вообще в другом уровне. Здесь забота и уважение друг к другу. И вдруг эти люди встретились именно у тебя и поняли, что они родственные души должны быть. Жизненная необходимость в последние дни быть вместе, держась друг друга за руку. Это вообще потрясающе. Вот об этих историях не надо рассказывать, не надо бояться старости, не надо... Да, с нами все это случится, с нами все это произойдет, но старость наша будет в радость. И хорошо, что есть вот такие учреждения. Вот. И дай Бог нам всем здоровья, и старикам нашим, и дедушкам, и бабушкам. И давайте помнить о том, что семья – это когда мы все вместе, семья. Да? И знаете, о чем я жалею? Вот о чем я жалею? О том, что вот моей бабушки нет, и такое большое сожаление. Почему я ей и этот вопрос не задала? Почему я ей и этот вопрос не задала? Вот сейчас прямо аж в груди щемит, и обращаешься к ней как-то вот, вот представляешь ее образ, а ее уже нет. А это такая большая ценность. И помнить о том, что мы на этой земле, да, не одни. И пока семьи наши крепкие, мы сильные. А с вами была Светлана Брель и потрясающая девушка, женщина, врач с большим-большим сердцем Мария Медведева. Благодарю.